Молодая семья жила своими простыми радостями и заботами, пока не столкнулась с серьезной проблемой. Первым поводом для тревоги стало то, что супруг Алены Андрей Шилаев стал жаловаться на частые головные боли и головокружение. В ходе обследования ему был поставлен диагноз – опухоль мозга. Первая операция произошла в 2013 году по удалению опухоли головного мозга, четвертого желудочка. Опухоль всю не смогли удалить, потому что она находится возле мужичка. Она продолжала агрессировать, расти, естественно, стала хуже. И в 2017 году, 9 февраля, была повторная операция по удалению опухоли. Удалили ее всю. На 12 февраля 2017 года произошло кровезлияние четвертого желудочка, то есть инсульт. Лежала в реанимации, в очень тяжелом состоянии. Потом, через месяц, где-то он был переведен в циционар для реабилитации. В 23 марта мы его перевезли в реабилитационный центр в Лыткино. Там в апреле, число 11, обнаружили отек головного мозга. 31 мая была проведена операция по шунтированию. 5 июня мы перевелись в ЦРБ, в Сергеев Посад. Пролежали почти два месяца. Питается он через гастростому, установлена была в ЦРБ. Операция уже позади, однако Андрей нуждается в дорогостоящей реабилитации. Его готов применять центр реабилитации «Голубое» в Солнечногорском районе Подмосковья. В «Голубом» сутки стоят 6 тысяч. А в реабилитационный период, ну, самый маленький – это 21 день. Ну, 1300, все равно и на лекарства, и на реабилитационный центр нужно будет. Семья Шилаевых нуждается не только в материальной помощи. А Лене необходимы консультации уверенного пользователя компьютером по поводу размещения информации в социальных сетях, а также помощь в трудоустройстве. До болезни мужа Алена работала флористом. Сейчас она готова взяться за любую работу, определив младшего сына в детский сад. Дочка, конечно, она большая, она все понимает. Она ей помогает очень хорошо. А маленький сын, конечно, он отвык, боится его, потому что он очень сильно исхудал. Конечно, пытаемся сейчас его откармливать, но через зонт, через гастростому-то не больно получается. Но мы уже через рот пытаемся кушать по чуть-чуть. Он старается, он жует, конечно, бывает, закашливается. Тяжело. Ему очень тяжело. Дочь и сын Андрея и Алены искренне стараются помочь маме и бабушке по мере своих сил и верят в то, что папа сможет вернуться к обычной жизни. Андрею Шилаеву 35 лет. Есть надежда на то, что его молодой организм справится с этим испытанием. Он старается, он занимается. Мы уже встаем на ноги, ходим с поддержкой моей. Он сам уже садится, разговаривает плохо, но мы понимаем, что он говорит. И, конечно, он очень верит, что он встанет на ноги, и мы верим, что он встанет на ноги. Но, естественно, это время и деньги. Мама, супруга и дети Андрея Шилаева будут благодарны за любую помощь. Связаться с семьей Шилаевых можно по телефону 8-965-163-84-60. Алена. 8-903-788-97-20. Полина Николаевна. Субтитры создавал DimaTorzok